добрый день уважаемые коллеги я вас приветствую на сегодняшнем форуме и мы с вами сегодня должны будем наверное окунуться в очень интересный очень интересную часть нашего сегодняшнего разговора посвящена иммунологии слизистых оболочек и возможностью влиять на эту часть иммунной системы да я не ошибся на часть иммунной системы при помощи каких-то пробиотических для других препаратов основа сегодняшнего разговора у нас будет разговор об той функции иммунной системы которая выполняет на территории барьерных тканей в любом случае это будет контроль за антигенным гомеостазом организма который будет реализовываться через распознавание своего и чужого в этой связи у нас есть достаточно большой арсенал средств при помощи которых мы можем это реализовать иммунная система человека достаточно серьезный аргумент для того чтобы наносить удары тем вызовом которые предлагает нам окружающая среда но этот это соотношение или это совместно это скажем жизнь чужеродного и нашего организма складывалась за многие многие-многие миллионы лет и у нас следовало над нами от простейших микроорганизмов у которых в общем-то тоже были и есть враги речь пойдет сегодня об иммунологии слизистых оболочек причем я принципиально не разграничиваю это объединение потому что смысл или как бы подход сугубо иммунологический в данном случае является одним то есть есть какая-то покровная ткань на территории этой покровной ткани живет какая-то какое-то сообщество это микроорганизмы и эти микроорганизмы оказывают постоянное день еще раз говорю постоянное действие на нашу иммунную систему мы их в принципе до недавнего времени просто не замечали или говорили о том что они во всяком случае живут своей жизнью в лучшем случае помогает переваривать нам пищу мы знаем четко что есть какие-то определенные нарушения связаны с этой микрофлоры но по большому счету никогда серьезно не рассматривали ее в контексте контексте ее взаимодействия этой микрофлоры с иммунной системы мало того никогда не рассматривали в контексте возможного воспитания иммунной системы на протяжении практически всей своей жизни на человеческой поэтому мы будем говорить вот об этой части как вы видите об микробиоте которая через определенные структуры способна влиять на то что мы называем иммунной системы то есть вот это вот взаимоотношения она может быть может быть универсально практически для всех слизистых оболочек ну что у нас есть в арсенале есть клеточное звено из моральное звено иммунитета кстати говоря на поверхности слизистых оболочек и покровных камень которым относятся кожа есть и возможность синтезировать клетками различные белки вы видите достаточно большой достаточно большой арсенал этих белочков да здесь мы выделяем меди фензины это лицепины и так далее так далее то есть лизоцим известный вам лактоферин дерфероны все это защита все это защита цитокины во всем ее арсенале все это защита наших оболочек наших барьеров для того чтобы туда не проник какой-то чужой вопрос а кто из них чужой они все чужие по большому счету в генетическом плане никто из бактерий не является большим даже близким родственником какой-то клетки нашего организма то есть получается что мы процессе эволюционного периода своей жизни и выбрали только те бактерии которые нам нужны вопрос мы их выбирали или они выбрали наш организм как субстрат для того чтобы жить дальше и продолжать свою жизнедеятельность здесь вопрос очень риторический скорее философский кроме большого арсенала клеточных и моральных факторов мы до недавнего времени не замечали еще один очень интересный арсенал который представлен на барьерных тканях на эпителии нашего организма в достаточно большом количестве так это так называемый толп лайк рецепт группа рецепторов которые в принципе сложилось эволюционно у нас так для того чтобы распознавать чужеродные агенты причем эти чужеродные агенты связаны не только с микробами так но и с вирусами грибками и другими микроорганизмами которые в принципе населяют и имеют контакт с нашей с нашим организмом посредством еще раз говорю посредством барьерных тканей вы видите что за открытие толайк рецепторов относительно не надо недавно была присуждена нобелевская премия только 2011 году тот сели мы вы практически ничего об этом не знаю у нас кстати говоря открыто она была толайк рецепторы тол чудесный до открыты были на мухе дрозофили у которых тоже оказались враги и сопрофиты да то есть комменсалы которые живут на ее поверхность у нас в отличие от мухи дрозофила достаточно много толайк рецепторов каждый из них сделан под каких-то вот какие-то вызовы которые чаще всего предлагаются нашему организму со стороны внешней среды и микробной так скажем ее части в совокупности все видите кто-то отвечает на липополисахариды кто-то отличает на сипеджинный мотив днк рнк вирусов как в частности сейчас очень часто мы говорим об этом так кто-то отвечает на грамм позитивные кто-то на грамм негативные микроорганизмы все это сложилось исторически так и мы с вами никаким образом это не замечаем потому что все находится в основном в эпителиальных тканях на барьер на барьерах и этот блок стоит изначально там мы никак не это не замечаем то что касается толайк рецептора можно говорить достаточно долго но я прервусь потому что у нас есть вопрос более серьезный вопрос связанный с заселением человеческого организма полезной микрофлоры кажется что мы с вами стивили да мы чистые абсолютно и не 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 никаким образом как бы не затронутый особенно для меня интересно даже в утробе материнского организма ничего подобного по последним данным плацента не стерильно я не ошибся это правда плацента не стерильно она заселена определенными микроорганизмами сейчас об этом говорят и пишут так который позволяет уже на раннем этапе направлять будущее так скажем организм для того чтобы в нем сформировалась правильные так скажем микробиота который будет его защищать и самое главное скорее всего даже не защищать воспитывать его иммунную систему на протяжении практически всей жизни вы видите как это происходит в основном проходя через но мы привыкли то через родовые пути так у нас есть возможность покрывать кожу кожа созревает желудочно кишечным трактом первое так поэтому она должна быть защищена первое какими-то микроорганизмами которые будут опять же формировать там толерантность затем мы начинаем створаживать молоко с появлением первых микроорганизмов опять же от мамы так которые должны будут нас защищать в будущем и так далее так далее с формируя какой-то определенный генетический набор на генетически детерминированный набор микроорганизмов который живет с нами он индивидуален он очень индивидуален и поэтому к старости теряя те или иные возможности удержать эту микробиоту у нас оказывается может быть развитие различных заболеваний ну вот я как бы вкратце попытался собрать все возможные всевозможные варианты как скажем воздействия на наш организм со стороны диеты микробиоты то есть должны микробиоты а патогенной флоры наши с вами использование различных гигиенических средств том числе антибиотиков да и вообще-то генетические наши модификации так который с одной стороны должна привести сохранять нашу здоровую микробиоту ну а другое это приводить так называемую дисбиоз на западе нет понятия понятия дисбактериоза у них есть понятие дисбиоз довольная трактовка так ну которая в общем-то приводит к различным известным заболеваниям по направлениям соответствующим неполный список здесь этих заболеваний ну вот как бы топическое расположение наших друзей наших микроорганизмов начиная с волос и заканчивая извините за вложение пятками в общем то есть какие-то пристрастия к определенным типом комменсальной флоры речь идет о здоровом человеке видим как мы с вами по большому счету не стерильны и принципе вот это вот топическое расположение предполагает такую вот комплексную защиту комплексную дополнительную защиту которые будут осуществлять эти бактерии для нашего организма барьерной ткани ну в принципе все что я вам рассказывал подтолкнуло ученых на формирование определенных представлений о барьерных тканей об единстве слизистых оболочек где развиваются события очень похожие друг на друга и эти барьерные скопления лимфоидной ткани были обозначены по локализации сейчас разграничивают лимфоидную ткань которая ассоциирована с кишечным трактом лимфоидная ткань ассоциирована с носоглоткой бронхиальным вот это будем рассматривать да и с кожей все это описано в учебниках вы это будете встречать эти аббревиатуры достаточно много существует гипотеза вот я называю гигиеническая теория так или гипотеза она базируется на данных согласно которых иммунная система кожи и желудочно кишечного тракта созревает еще до рождения и готова уже встречаться с той микробным с теми микробными агентами которые вот будут будущем заселять или заселять будучи чем внутриутробно наш организм так я вот для примера да это зуб даже больше начинается все даже сверху слизистая оболочка да и есть уже целый огромный спектр микроорганизмов который живет у нас в ротовой полости кстати говоря наши далекие предки выбирали себе да так скажем для спаривания с партнера с определенным запахом изо рта да который в общем-то да был приятен или неприятен да для будущего получения будущего потомства удивительные факты почитайте очень много об этом написано да ну а запах как вы понимаете он был связан очень запах пота и запах на площадь из ротовой полости он связан очень то с присутствием определенной комменсальной микробиоты на 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 поверхности этих этих слизистых но вот струи структура это не структура эпителия это структура лимфоидной ткани это структура иммунной системы видите вот эта вот маленькая часть это что это слизистая все остальное иммунитет все остальное как бы и говорить о том что нет никакого взаимодействия никаким образом друг на друга эти части не действует это было бы неправильно вот желудочно-чишечный тракт точно такая же ситуация происходит так вот дальше в принципе мы видим что то что тут делается здесь есть контроль микробиоты например да за нормальным и патологическим состоянием процессов которые происходят на барьерных тканях взята за основу кожи то же самое происходит слизистой оболочкой желудочно-кишечного тракта вы видите здесь дисбиоз связаны вот здесь наши любимые вещи да все что связано с возможностью использования антибиотиков и все остальное можете посмотреть в записи потом это будет достаточно очень интересно потому что именно это все будет предполагать не только лишний вес но и в общем-то направление развития иммунной системы микробиота кишечная флора доминирующая так много и вообще так вообще все слизистые оболочки в общем то только слизистая кишечника вообще слизистые оболочки где-то 500 квадратных метров до слизистого кишечника достигает 400 квадратных метров степень микроорганизмов десять четырнадцатой степени суммарно два килограмма микроорганизмом делу два килограмма микро мы носим с вами два килограмма в желудке носим с вами кишечники носим два килограмма микроорганизмов идем дальше для организма в целом вот 500 квадратных 500 квадратных метров 10 15 10 16 число в колонии микроорганизмов что на два порядка превышает численность клеток нашего организма за это два порядка больше чем клеток во всем нашем организме ну и в пищеварительном канале содержится очень около 60 процентов всей массы этой микробиоты основные эффекты физиологической микрофлоры можно перечислять достаточно долго я вот тут идут по колонизирующим зонам что собой они представляют вы видите и детоксикации взаимодействие вплоть до вплоть до в общем то не только улучшения всасывания но и модификации определенных структур бактерий известных витаминов которые становятся доступнее для организма так ну опять же еще один из последних слайдов до связаны с этим сложным процессом не буду на нем останавливаться подробно потому что это это займет огромное количество времени так но благодаря вот этим двум людям мы все время одного вспоминаем а второго забываем то что это илья мечников и альберт додрюлей напомню тот первый занимался желудочно-кишечным трактом второй вот сейчас тлизистой оболочкой влагалище доказав о том что там тоже есть свой биоз и дисбактериоз так они являются основоположниками естественно мечников ну как бы не дожил до того времени когда снова начали пересматривать все его позиции перечитывать все его трактаты о здоровой пище до использования болгарской палочки она тогда так называлась да и возможности так скажем использование ее в геронтологии так в будущем для того чтобы это самое все это базировалось на единстве слизистых оболочек вы видите поражение кожи и возможности в общем то ответа через желудочно-кишечный тракт мы это рассматриваем в контексте нам очень интересном контексте не только травмы но и развития аллергических заболеваний потому что именно микробиота будет формировать возможность периферической толерантности отношению к тем аллергенам которые нас окружают это очень интересный момент и очень интересный факт это происходит тоже достаточно сложно мы пытаемся найти пути для специфической иммунотерапии один из которых будет естественно не только через кожный так но и путь через слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта ротовой полости где вероятность достижения индукции толерантности по отношению к какому-то причинному аллергену в общем то достаточно велика точно такой же позицию можно рассматривать для того чтобы использовать микробиоту использовать позитивные моменты связанные с пробиотическими продуктами формирование соответствующего пула терегуляторных клеток который будет тормозить возможность развития аутоиммунных заболеваний это еще одно прогрессивное направление которое очень сильно разрабатывается другими словами какой набор пробиотических продуктов может формировать или индуцировать нашем организме толерантность по отношению к развитию или возможности развития аутоиммунного заболевания опять же пробиотиков много они осуществляют огромный терапевтический эффект и у нас поле зрения вот сейчас вот на кафедре которые имеют честь возглавлять мы в принципе занимаемся этим давно занимаясь этим контексте защиты противовирусной так мы параллельно занимаемся еще изучением различных пробиотических продуктов которые способны влиять или каким-то образом воспитывать иммунную систему не ребенка а взрослого человека ну вот как бы начнем с премиум так скажем класса есть на нашем рынке украинском это фирма эта технология ховару американская технология которая предлагает нам достаточно большой спектр микробных агентов которые в доказательности своей своей доказательности в очередь превышает все остальные возможные варианты комбинаций различных биологических пробиотических продуктов которые используются в лечении тех или иных лечение тех или иных заболеваний ну во первых вот этот вот штамма которым наверху горит он генетически доказанный и в принципе как говорится можно его исследовать на входе и на выходе то есть вопрос о концентрации этих вещей этих микроорганизмов которые задерживаются в тонком кишечнике в кишечнике тоже можно отследить поэтому эта технология получения таких вот штаммов очень интересно и очень я бы сказал правильно и доказательно так но есть вот различные это скажем дозировки в зависимости от исходной позиции развития дисбиоза у в организме есть различные количество миллиардов единиц этих микроорганизмов есть различные комбинации которые нам предлагают и есть конкретные показания применению так то есть профилактика дисбиоза еще раз дисбиоза нет антибиотикотерапии представлять что сейчас будет после рационального в кавычках использования антибиотик терапии ковид инфекции так частое частые респираторные заболевания и так далее и так далее вплоть до диетических каких-то диетических вещей о которых ну в принципе рассказывают мои коллеги сегодня так связанных в общем-то с с воздействием микрофлоры ну я продолжаю дальше это весь спектр весь спектр предлагаемой продукции ну в основном конечно из самого премиум класса это пробио макс 350 есть как говорится чуть чуть и выше так тут 350 миллиардов в одном стике пакетики но все это зависит еще раз говорю от исходного и от исходной от исходной позиции так ну и есть еще пробио макс плюс который точно так же в принципе находится премиум классе пробиотических продуктов когда вы хотите получить быстрый качественный эффект я хочу на этом остановиться и еще раз призвать вас всех к тому что рано или поздно не сильно рациональное использование антибиотиков и не сильно рациональное использование каких-то других химических вещей в нашем организме будет в первую очередь влиять на микробиоту и в конце концов все это замкнется на то что наша иммунная система рано или поздно даст сбой в каком направлении будет этот сбой сложно сказать но вы должны помочь человеку избежать этого сбой и я в конце хочу пожелать вам в первую очередь здоровья и поблагодарить вас за внимание которое вы оказали сегодня в моей лекции в микро лекции спасибо всем и не болейте мои дорогие друзья и мы дякуем и щиро вам андрей игоревич и с нами был профессор курченко доктор медичных наук профессор заведующий кафедры клинично и монологии та аллергологии секцию медической генетики национального медичного университета имени академика богомольца так я я я я я я я Субтитры подогнал «Симон»